У нас, видите, по первому, из тех, где здесь, чтобы нас топить. В принципе, так, нам не надо реагировать на это. Мы попросим и реагировать. Хоть бы даже именно народ, будь-яку людину. Мы уже вимушены обратиться к президенту, но никто ничего не знает. Сегодня украли по братину, завтра украдут, не дай Бог, меня, его, вас. Ну, Бог. Кот, я зову, как кто-то приходит, как он взлетается, до кого? Взлетается официально через нас. Так это же не администрация президента, правильно? Ну, мы так, чисто по-человечески пришли просто спросить. А берег, который Порошенко занял, это тоже частная территория? Ну, мы можем, можно к этому. 50 метров от линии берега вообще должно быть. Нет, и от вас же отгородятся, понимаете? Это на 2-бан, очень удобно. Все рыбы, конечно. Ваша стварь же тащится прилап на территорию. Кто старший из вас? Кто может адекватно отреагировать? Ну явно не те, которые в камуфле лежат, а те, которые по гражданке ходят. Ребята, из СБУ есть кто-то старший? Помогите нажать на кнопку. Мы считаем людей сегодня большим. У нас есть охрана, по-любому, есть. Если нет, то вы бы хотели знать, если он на банковой, в себе на работе, то мы сейчас поедем туда, к нему, и будем уже там говорить. Гражданин Украины хочет обратиться к гражданину Украины. В чем проблема, непонятно? Не все. Мы живем, а где-то не нет. Может быть, сейчас вы раздражены? Нет, нет. Не сейчас надо. Тут у меня была самая охрана. А, да. Здесь у нас президента. Да, нет звонка. Давайте тогда ехать до администрации президента. Может, он на работе там. Будем с ним там спрашивать, но дома немає. Мы пришли. Устанавливаем гречи, чтобы украинские гречи. Никто не отвечает, как пользоваться этим. Мы нажимали губзики. Никто не отвечает. Наверное, президент на работе на банкове. Доведется ехать. Путин гостя пиет. Путин гостя пиет. Начинается не очень мирный вечер. Бросай ее туда. Вот, запалали первые шины. Вот такая ситуация. Мы пришли домой, Порошенка нет. Пришли на работу. Его не выпускают до нас, и нас до него не выпускают. Что это за государство? Мы будем ждать, пока будут выкрадать нас уже среди Белого дня. Что это вообще происходит? Наши вдови наших побратимов плачут дома. От утрати. И нет утихи матерям. Безвищ калек. Война продолжается. Мы хотим поговорить с президентом. Он отгороджается. Ну, друзья, мы не будем ждать, чтобы нас також арештовали за леповые справы, какого-то сепари суддей. Слава нации!